ВОЛГОГРАД Поча со штурмом получились для «Спартака» совсем уж легкими. В первый день игра была поначалу очень вязкой, и заброшенные мячи давались соперникам с большим трудом. Но так было только несколько минут, до тех пор, пока у хозяев не разбросался Константин Киселев. 11 номер краснобелых в итоге устроил настоящий бенефис, записав на свой счет 6 точных выстрелов. Правда, в бочке меда нашлось место и для нескольких ложек дегтя. Киселев уже в предпоследнем периоде схлопотал третье персональное замечание и был удален до конца игры. Нельзя жить голами, к тому же забил я, но вывела это меня команда, и это ее заслуга. Я просто делал то, чему учат. Просто в этой игре вышло, получилось. Другой может не получиться. Это командный вид спорта. Не делай все-таки по три удаления получать, это какой-то бич мой. Но я буду исправлять, стараться. К моменту удаления Киселева Спартак уже был со счетом 12-5. В отсутствие у хозяев Константина Штурму удалось лишь сократить отставание на один мяч. К финальной сирене табло показывало 17-11. На следующий день у Спартака солировал уже Константин Шейтин. Третий номер волгоградцев отметился пятью точными бросками, а красно-белые выиграли со счетом 14-9. Не стоит удивляться не самому крупному преимуществу хозяев. Тренерский штаб дал много игрового времени молодежи, с которой Штурм достаточно долго боролся на равнах. У нас главный показатель – это игра, а не сколько мы выиграли или проиграли. Задача, конечно же, есть. Это попасть в плей-офф, играть уже игры на вылет. Пока сейчас позиция сомнительная, но у нас есть еще шанс. В турнирной таблице команды остались на своих местах. Спартак по-прежнему второй, а Штурм занимает шестую позицию. Правда, главные конкуренты обеих команд «Синтез» и «Астраханская Динамо» имеют по две игры в запасе.